всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия в этом мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сшить вот такую замечательную корзинку чтобы у вас получился красивый набор для сервировки моя корзинка которая уже готова в диаметре донышко 11 сантиметров а высота корзинки 8 сантиметров сейчас я буду шить вторую корзинку и покажу вам на каком диаметре донышко я остановлюсь и что получится в итоге в прошлом мастер-классе мы с вами шили вот такие салфетки у меня их четыре штуки друг на друга вот я тут их поставила показать вам как красиво смотрится посуда на таких салфетках сервируйте свой стол вот такими вещицами и у вас будет праздничная атмосфера каждый день и хорошее настроение и так что нам понадобится для работы конечно же шнур шнур должен быть обязательно сердечником он должен быть вот такой вот плотный тогда ваши корзинки будут держать форму у меня остаток шнура сейчас я вам покажу сколько у меня было я вот такой вот шнур от азбуки вязания в этом мотке 100 100 метров шнур 5 миллиметров сердечником то есть у меня был точно такой же моток остаток вот такой 4 салфетки и две корзинки у меня сшита вот только еще осталось то есть получается на третью корзинку еще точно хватит к шнуру надо обязательно подобрать ниточки идеально подходящие по цвету вот такие вот это нитки обыкновенные для шитья сороковка девочки запаситесь сразу же нитками потому что на одну салфетку уходит целая катушка не так ну соответственно примерно по размерам на такую корзинку тоже уйдет катушка то есть если корзинка будет больше не так понадобится больше меньше корзинка значит не так уйдет меньше вот так что запасайтесь ниточками чтобы измерить размеры корзинки нам понадобится линейка также понадобятся ножницы я использую вот такую вот иголочку для трикотажных изделий для того чтобы начать работу со шнуром все покажу иголочки нам понадобится и вот такая примерно стопка книг про книжки расскажу чуть позже машинка конечно же которая шьет строчку зигзаг и иглы для машины либо 90 либо 100 и так для начала нам с вами надо поработать с кончиком шнура видите он когда полежит немножко вот такой бахрамистый становится нам его надо сделать поровнее обрезаем шнур вот чтоб он у нас был поровнее затем вот так вот выдвигаем сердцевинку сердечник обрезаем его лишний который нам не нужно и шнур натягиваем обратно на сердечник то есть вот у нас какая-то часть шнура получилось без сердечника теперь вот этот вот краешек он все равно видите шнур полиэфирный все равно получается бахромится но это уже не так как если он у вас где-то болтался возможно когда вы его купите он будет запаян запаян запаянный кончик бывает такой темный черный тоже некрасиво я считаю что его стоит обрезать вот таким образом я видите заправила при помощи иголочки туда его вовнутрь и теперь нам нужно скрутить такую улиточку вот так вот крутим 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 видите вот так это улиточка размерами должна быть сантиметра два максимум три смотрите ведь у меня просвечивать я увидел надо поплотнее ее сделать чтобы уж точно наше дно никуда там не будет видеть как хорошо все скрутили теперь берем иголочки и чтобы она у нас не распалась вот так вот накалываем их сюда чтобы зафиксировать все теперь можно сшить на машине я ставлю прямую строчку и примерно два два с половиной длину стежка вот смотрите мы прошили одну строчку ее не видно потому что нитки подобраны идеально вот она вот эта строчка она должна проходить прям по центру нашей улитки вот эти ниточки просто обрезаем и шьем следующие лучки то есть вот он у нас первый лучик мы делаем следующий ему перпендикулярно потом вот так потом вот так вот всего нужно прошить 6 8 лучиков чтобы смотрите чтобы ваша улитка вот так вот не разваливалась никуда не уходила она должна быть плотной вот я простричала посмотрите проверьте чтобы вот эти вот новые витки не выпадали до из общего так скажем плана убираем иголочки и можно шить дальше дальше мы с вами будем продолжать уже в технике зигзаг на машинке я переставляю строчку зигзаг и ширину шага чуть больше двойки ставлю отправляем улиточку под лапку вот в этом месте мы устанавливаем лапку смотрите шнур должен находиться у нас с правой стороны все ставлю иголочку опускаю и начинаю шить самом начале придется шить медленно мы подкручиваем улиточку вот в эту сторону туда же подталкиваем шнур и нам с вами надо добиться того чтобы вот это вот вот этот стык улитки и нового шнура находился вот прям против разреза на лапке я надеюсь что всем понятно что шов должен захватывать и крайний виток шнура на улитке и новый шнур который мы подаем в работу то есть у нас шов проходит вот так вот примерно по центру этих вот крайних шнуров как только ваша улитка станет чуть больше вам станет легче шить то есть вот этот кружок он сам проворачивается под лапкой машинки сам двигается остается его только вот здесь вот контролировать чтобы вот этот шовчик совпадал с разрезом лапки она буквально тут само шьется главное только быть начеку чтоб никуда ничего не уехала смотрите в какой-то момент у нас с вами закончится рабочий стол у машинки и вот этот вот круг дно нашей корзинки может немножко так скажем провисать и в этот момент возможно деформация дна то есть чтобы у нас получилось идеально ровное дно нам нужно обеспечить идеальную ровную поверхность на котором наш кружочек будет формироваться до создаваться и поэтому я беру книжки идеально вровень машины подкладываю чтобы было все ровненько и одинаково все теперь продолжают шить итак девочки у меня получилось но 13 сантиметров и сейчас уже нам не нужны будут книжки сейчас расскажу почему дно на корзинке у нас вот до того момента пока не начнется закругление и сейчас мы будем делать закругление книжки не нужны почему потому что сейчас нам с вами вот эту деталь надо будет держать вот так она должна быть всегда в одной плоскости не вот так не вот так а всегда прижата к машинке и в одном так скажем под одним и тем же углом и сейчас я продолжаю шить дальше придерживая дно вот таким образом то есть точно так же я представляю здесь шнур и шью и посмотрите что у нас происходит то есть у нас деталь начинает заворачиваться к верху видите образуется вот этот вот вот так скажем уголок и 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 А вот под таким наклоном стенки будут наклонные. Ну а чтобы получить прямые стеночки, либо надо вот эту вот крышку машины снимать, либо делать дно большего размера, и тогда оно у нас в определенный момент, то есть сначала будет такое закругление, а потом оно встанет ровно и перейдет в такую плоскость, где стенки будут формироваться вот именно прямые. Но слегка можно выпрямить стеночки за счет натяжения шнура и за счет расположения самой корзинки, вот как мы ее вот здесь натягиваем, как мы ее держим, то есть можно немного выпрямить стеночки. Все, девочки, у меня закончился шнур, то есть я не смотрела на высоту корзинки, в моем случае, да, вы можете измерять вот эту высоту и смотреть, насколько вам высокой должна быть корзинка. Здесь шнур запаян производителем в начале и в конце бобиночки такое было, то есть мы тут все обрезаем, точно так же освобождаем кончик от сердечника, выдвигаем шнур обратно и точно так же, как в начале, я заправляю вот здесь все серединочку, все вот эти вот нитки мохнатые, чтоб они у нас не выскочили наружу. Можно это место запаять пистолетом с горячим клеем или какой-нибудь другой клей капнуть, чтобы вот это вот все прижалось, да, и ниточки никуда не выскакивали. Теперь я делаю петельку декоративную, сюда подвожу в шовчик край шнура и зашиваю. Вот такая петля у меня декоративная получилась, здесь можно закончить вот такой ступенечкой пришивания шнура без петли, и сейчас я сюда пришью бирку, то есть берем иголочку, вставляем в нее нитки и вот этими же нитками пришиваем. Ну что ж, вот такая корзиночка у меня получилась, и смотрите, я все-таки хорошо потянула и добилась более прямых стенок, то, конечно, они все равно тоже под углом, вот, по сравнению вот с этой корзинкой. Она получилась чуть выше, ну то есть я уже тут не примерялась, у меня была цель израсходовать остатки своего шнура. Кстати, по поводу донышка, помните, мы с вами делали 13 сантиметров, да, ну вот оно примерно и получилось, но эти 13 сантиметров уже идут, так скажем, подворачиваются по прямой, здесь размер будет меньше. Очень стильная вещица, очень красивый цвет, богатый цвет. Этот шнур я брала, напоминаю, в азбуке вязания, можете перейти по ссылочке, я вам оставлю ссылку под этим видео, и приобрести для себя такой же шнур, очень красиво смотрится. В общем, девчонки, кому в интерьере нужны другие цвета, там выбор огромный, вы увидите, перейдя по ссылке. На этом у меня все, я надеюсь, что мастер-класс снимала не зря, и у вас получится такая классная корзинка тоже. Мне бы очень хотелось увидеть ваши работы, так что переходите в группу ВКонтакте, ссылка есть под этим видео, там открыта стена, и вы можете спокойно загрузить туда свои фотографии, а я буду только рада порадоваться вместе с вами. Всем пока-пока, с вами была Юлия, мой факультет рукоделия.